Здравствуйте, дорогие друзья! С новым днём вас! Сейчас такая жизнь, что как новый день, всё замечательно. Итак, сегодня Йорцет великого человека, Ицкака Зильбера, человека которого совсем недавно ещё был с нами. Я думаю, что зажечь свечку такого великого праведника сегодня имеет смысл, кто хочет. Я не посвящаю урок сегодняшнему Зильберу, я просто приведу его фразу, которую он сказал, и пойдём дальше. Он сказал, что Медраж Раба говорил, что Бог щадит людей. Щадил людей, пока они не легализовали гомосексуализм. Но когда люди стали поговаривать, что смешно молчать о том, что все делают повсеместно, и легализовали это извращение, Бог навёл на них поток. Это сказал Ицкака Зильберу в объяснении того, почему такое произошло. А теперь давайте я хочу сегодня, как ни странно, рассказать Майсу, причём про человека, которого именно он похож на Ицкака Зильбера тем, что он всегда был евреем. Очень неизвестный человек. Но вот я хочу, чтобы вы вдумались в это, потому что именно сегодня никого нельзя слушать. Надо оставаться тем, кто ты есть. В нашей недельной главе написано «Храните, исполняйте это, ибо мудрость ваша и разум ваш на глазах всех народов». Держитесь так, чтобы люди видели, как мудро и разуменно этот народ написан в нашей недельной главе. Итак, Майса. Одного уважаемого британского раввина пригласили на званный обед в Букингенский дворец. Ну, это резиденция королевской семьи. Равин сказал, что он польщён этим приглашением, но он не может принять, потому что там будет большой обед. У него кашрут. И он не может есть те блюда, которые подаются во дворце. Из королевской канцелярии ему пришёл немедленный ответ. «Никаких проблем, уважаемый Рав. Мы с большой радостью обеспечим вас той едой, которая вам нужна, под соответствующим контролем». Ну, Равин, конечно, сказал, конечно, спасибо. Наняли Божьев, приехал инспектор Кашруда, там действительно по-серьёзному отнеслись. Это необычная подготовка бросалась в глаза. Для раввина были подогнаны блюда. Внешне такие же точно, как и остальные. Тарелочки такие, всё остальное, чтобы всё было похоже. И Равин приехал в Букингенский дворец, заранее до прихода других заехал, с посматривающей, ему показал, где он должен сесть, где его тарелка, всё это. Потому что так нельзя отличить, всё одинаково. Единственная разница, в каждой тарелке раввина была приклеена снизу такая этикеточка. Целый сервиз был для него куплен. Копия точной посуды, как королевская, ну, чтобы всё было как положено. Когда собрались все гости в зал, торжественно вышла королевская семья, королева Елизавета II, её муж-герцог Филипп Энгенбургский, наследник Чарльз. В общем, красота. Все стали ускорить место, и обед начался, как полагается, в атмосфере великолепия. А Равин был не единственным евреем, который был в этом обществе. Он явно выделялся своей бородой, шапкой там. Он приступил к беседе там с соседними по столу, которые первое съели. Тут раз, в зале, притушили следа. Что такое? Спросил соседа справа. Этот впервые сказал там рок-бузыгант известный. И все будут меняться местами, переходить от одного столика к другому. Это делается специально, чтобы гости могли разговаривать, общаться и встречаться с максимальным количеством гостей. Равин оказался перед колоссальной проблемой. Теперь, чтобы не есть из других некошерных тарелок, ему надо носить с собой комплект кашированной посуды там, под взглядами всех людей. Он подумал, подумал, взгреб в кучу всю эту дюжину фарфоровых мисок, тарелок, блюдец там. Плюс вилки и так далее. Гремя имя отправился через зал к следующему столу, который ему указал церемонию мести. Ну, непростое положение, согласитесь. Королевский обед длится долго и все это. Просто каждое блюдо, в общем, движение. В какой-то момент между пятым и шестым блюдом к нему подошел незнакомый такой брюнет с большим еврейским носом. И говорит, пожалуйста, прекратите, не позорьте нас. Мы на королевском приеме, мне стыдно. Извините вежливо, сказал Равин, но я соблюдаю кашрут. Так сделайте сегодня истончение, сказал брюнет. Равин не оботел внимания и держался все 12 блюд, это продолжалось. По окончании трапезы гости выстроились в ряд, чтобы проститься с их хозяевами. И когда подошла очередь Равина, принт Чарльз пожал ему руку и спросил. Тихо так, простите, я видел, как вы переносите через зал все свои тарелки и приборы. Да, ответил Равин. Мне пришлось так поступить, чтобы не нарушить еврейский закон питания. Принт сейчас говорит, в самом деле я знаю, что существует кашерная еда, но я не знал, что посуда тоже бывает кашерная. Как интересно, остановитесь, подождите, расскажите мне. В этот момент подошел к сельмейстер, обеспокоенный тем, что очередь задержится. Принт попросил Равина встать рядом с тобой и продолжать беседу. И так они стояли долго, все проходили. Чарльз прожимал руку и продолжает беседовать с Равином, особенностью кашрута. Наконец-то нашла очередь того еврея, который банкирован, который стыдил Равина, он подошел, протянул руку Чарльзу, посмотрел на ситуацию и говорит, вы знаете, ваше существо, я тоже еврей. Неужели в глазах принца мелькнула такая насмешка, он говорит, я не видел, что вы носили тарелки по залу. В сегодняшнем разделе сказано, храните и исполняйте заповеди. Это мудрость в глазах других людей. Не надо стесняться ничего, мы победим по-любому, потому что с нами Бог. Брахава и Ацлаха.